Добрый день! Добрый вечер, уважаемые коллеги. Смотрю, многие пишут вечер. Я так подозреваю, что к нам присоединяется Восток, видимо, активно. Там, где уже начался вечер. Ну, надеюсь, что мы здесь видим разные регионы. У нас начался учебный год. Очень рада вас поздравить с этим началом учебного года, очередного, нового. Надеюсь, что он у вас будет радостный, приятный, принесёт вам хорошее настроение, хороших учеников. И, честно говоря, желаю вам, чтобы у вас хватило сил на все ваши задумки, чтобы ученики вас радовали, и чтобы дома у вас всё было благополучно. Надеюсь, что мы с вами не первый раз и не последний здесь встречаемся. Может быть, с кем-то первый, но не последний. Что наши встречи будут полезными для вас, и вы будете с радостью принимать в них участие. Мы предполагаем, мы, я имею в виду, авторский коллектив наш. Вот видите сейчас первый слайд, на котором отмечено, что наш УМК получил название. Называется он теперь «Лаборатория Александра Григорьевича Мартковича». В авторском коллективе у нас четыре человека. И есть ещё коллеги, которые помогают делать шлейф нашему коллективу. И все коллеги, которые с нами работают по созданию УМК, они будут участвовать в вебинарах, в других мероприятиях. И мы планируем и сейчас работаем очень активно над тем, чтобы эта работа была упорядочена, чтобы у нас было расписание вебинаров на целый год, расписание семинаров, встреч в разных регионах. И в конце нашей встречи я обязательно покажу обратную связь. Кто-то, может быть, её уже знает, кто-то ещё не знает. И через эту обратную связь вы можете написать свои пожелания, задать вопросы. Мы будем очень рады и ответить на ваши вопросы, и учесть ваши пожелания в нашей работе. И в настоящий момент было очень много вопросов. Коллеги приобретали УМК и немножечко запоздали. Публикация программ на сайте и методичек для старшей школы. Но если есть сейчас заинтересованные коллеги, то я хочу вам сказать, что на следующей неделе, в ближайшую неделю всё это будет размещено, уже этот весь вопрос решается. Ну, просто очень много, большой объём работы, связанной с сопровождением УМК, немножечко не уложились. Будем исправляться, стараться, чтобы этого не было. Значит, кому нужны эти программы и методички, на следующей неделе вы их сможете увидеть. Ну, когда планировался план наших вебинаров, ну, долго думала, какую тему выбрать, как это лучше сделать. Ну, и почему-то решила, что учебный год хорошо начать с разговора о понятии самоконтроля и контроля обучающихся при изучении алгебры. Конечно, разговор начну не совсем сразу с темы, а хочу всё равно познакомить с нашим УМК, о котором будет идти речь сегодня. На его примере я буду показывать какие-то вопросы, связанные с формированием самоконтроля и контроля. Руководитель нашего коллектива Александр Григорьевич Марткович, я думаю, многие с ним знакомы, это доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии президента Российской Федерации, автор многочисленных публикаций, в том числе и учебников для школы, для вузов. Но я думаю, что любой учитель математики хоть с какими-то работами Александра Григорьевича обязательно знаком. И наш авторский коллектив непосредственно состоит из четырёх человек. Павел Владимирович Семёнов, доктор физико-математических наук, профессор факультета математики Высшей школы экономики, Лидия Александровна Александровна, опытнейший учитель математики, учитель высшей категории, клиент предметной комиссии по проверке и выполнению заданий с развернутым ответом ЕГЭ, методист, опытнейший человек, отличник народного просвещения. Вообще считаю, что в авторском коллективе по подготовке УМК присутствие опытного учителя это ценнейшее приобретение и большой плюс, потому что только учитель может в полном объёме знать то, что нужно учителю, что нужно ученикам, и отразить этого УМК. И я являюсь тоже автором. Меня зовут Елена Львовна Мардахаева, с кем мы не знакомы. Я кандидат педагогических наук, доцент. В настоящее время мы создали в издательстве БИНО лабораторию математики, основной целью которой является сопровождение методическое учителей, которые работают по УМК, которые издаёт наше издательство. Тоже являюсь учителем достаточно с большим стажем, много лет работала в структуре повышения квалификации, в пединституте. У меня есть тоже определенные какие-то награды, ну вот такой у нас разнохарактерный и в то же время друг друга взаимодополняющий коллектив. Мне кажется, для учебника полезный. Мы сделали уже полностью весь комплект. Сейчас вы на слайде видите, как он выглядит. Это три пособия по алгебре для 7, 8 и 9 классов и два пособия по алгебре и началу математического анализа для 10 и 11 классов. Для того, чтобы была возможность сделать пособие в твёрдой обложке, что обеспечивает сохранность учебника и делает его более качественным, пособие для 10 и 11 класса было принято решение сдавать в двух частях. То есть это не учебник и задачник, это два учебника. Первая часть – это первое полугодие, вторая часть – это второе полугодие. 7, 8, 9 класс. В данный момент издаются в одной части. И такая интегральная полужёсткая обложка пока. Поскольку мы целой лабораторией работаем над созданием шлейфа и считаем, что инструментов у учителя должно быть много, для того, чтобы он мог выбирать то, что ему нужно, то, что ему полезно, какие инструменты он будет активизировать в своей работе, сделали достаточно большой ОМК. Ну вот на данном слайде представлен полный комплект для 7 класса. Вот аналогичный комплект для 8, 9, 10, 11. Какие-то издания ещё не выпущены, они находятся в работе. 7 класс готов весь полностью. Это, соответственно, методическое пособие для учителя, в котором в том числе есть и разобранные, наиболее сложные примеры. Ну, методические рекомендации как таковые. И много различных заметок, которые делали авторы по поводу, заметок для учителя по поводу преподавания алгебры с использованием данного ОМК. Рабочая тетрадь, которую можно использовать и в домашней, и в классной работе. Естественно, сборник контрольных работ, чтобы учителю было понятно, на что ориентироваться в контроле. Вот интересная такая вещь, алгебраический практикум. Такое пособие, может быть, для работы с учащимися, которые пропустили материал или с отстающими. Такая очень достаточно интересная структура у этого пособия. Довольно полезная тематический контроль. И, соответственно, самостоятельная и проверочная, извините, работа. То, что нужно в текущей деятельности между контрольными точками контрольной работы. Ну и немножечко остановлюсь на основных положениях ОМК. Поскольку каждый раз к нам присоединяются новые коллеги, приходится все время как-то освещать какие-то моменты, связанные с этим новым учебно-методическим комплектом, который создан, пока не начала говорить, о как бы для 10-х классов бы еще такие комплекты. Потому что еще раз повторюсь, я вначале сказала, что комплекты создаются по всем параллелям. Естественно, поскольку, вы видите, эта работа достаточно большая, где-то немножечко бывают задержки. Над 10-м классом тоже работает потихонечку. Все это будут, все учителя это получат. А кроме того, я хочу сказать, что есть какие-то материалы, которые в электронном виде. И иногда учителя обращаются ко мне через обратную связь с вопросами, где там что-то найти. И я какие-то материалы высылаю в электронном виде для того, чтобы было удобно работать тем коллегам, кто уже начал использовать эти пособия. Еще раз скажу, что в конце нашего вебинара я покажу координаты. И вы сможете всегда по этим координатам написать свои вопросы, написать свои пожелания. Мы будем над ними активно работать. Многие вещи уже находятся в работе. Иногда я просто пишу в ответ, что да, спасибо, мы это делаем. И вот там в таких-то числах вы получите эту вещь. И безумно благодарна тем учителям, кто уже начал работу, поскольку немножечко им, конечно, тяжеловато, не все пособия успели дойти и приходится что-то подделывать самим. А мы им благодарны, потому что они нам очень активно помогают и поддерживают нас в этой работе. Итак, какие у нас основные положения построения курса? Поскольку Александр Григорьевич является уже очень опытным автором и авторский коллектив, он сложился не вчера, а достаточно много времени мы работаем вместе, в тесном контакте, разработаны такие основные положения, которые в течение некоторых лет уже и оправдали себя в каких-то ранее изданных пособиях и УМК. Преподавая математику, мы должны понимать, что мы преподаем учебный предмет, а не науку. Поэтому основными законами являются законы преподавания, методики, дидактики, педагогики, и они важнее, чем некоторые научные положения. Этот постулат не означает, что мы имеем право нарушать научные какие-то концепции, научное знание о математике. Но этот постулат говорит о том, что какие-то теоремы, какие-то положения мы не обязательно должны сразу строго доказывать и строго формулировать. Мы какие-то вещи можем давать на интуитивном уровне, на наглядном, опираться на эмпирический опыт учащихся, ещё на какие-то факты. Мы можем использовать правдоподобные рассуждения при изложении материала. И здесь нужно очень чётко чувствовать грань между совершенно строгим, жёстким математическим доказательством и теми ситуациями, когда мы можем обойтись без строгих математических доказательств. И опираемся мы в этом выборе именно на законы дидактики, законы педагогики, психофизиологии. Второй постулат говорит о том, что математика – это гуманитарный предмет. Некоторые очень как-то неоднозначно относятся к этому положению. Говорят, что нет, математика – это точная наука, она точная наука. Но это не мешает точной науке в школе быть предметом с колоссальным гуманитарным потенциалом, который несёт в себе безумный общекультурный компонент и фактически является таким соединяющим предметом между дисциплинами самого разного толка. На самом деле все, я думаю, из нас сталкивались с такой ситуацией, когда ребёнок в пятом, в шестом классе не очень уверенно справляется с математикой, испытывает сложности, проблемы. И приходя в седьмой класс, мы наблюдаем, что эти сложности и проблемы тянутся за собой в изучении физики, затем в дальнейшем химии и так далее. Вот этот стиль математических мышлений, вот эти структуры мыслительные, которые формируются в процессе изучения математики, развитие языка математического, умение логически мыслить и формирование так называемых универсальных учебных действий, которые в ходе изучения математики происходят. Вот это всё несёт в себе вот этот гуманитарный, гуманитарную вот такую вот составляющую, гуманитарный потенциал предмета в изучении других областей. И обычно, когда всё-таки учащийся неплохо справляется по математике, это здорово оправдывает и объясняет, и помогает ему при изучении в дальнейшем других дисциплин. Вот эти факторы, которые я сейчас расшифровала, вот эти положения, вот здесь, на таком красивом слайде с картинками, и представлены в виде расшифрованных материалов. Итак, мы используем законы педагогики и психологии, мы допускаем правдоподобные рассуждения, и очень важным является понимание того, что ученик должен не только понимать, что он изучает, но самое главное, он должен понимать, зачем он это изучает. Кстати говоря, в некоторых случаях, когда ученик понимает, для чего он это изучает, снимается автоматически куча других вопросов, в том числе и то, что он изучает. Когда он понимает, для чего ему это надо, становится всё потихонечку на свои места. И вот этот вот фактор последний, о котором я сейчас говорю, зачем это изучается, это один из важнейших посленных факторов, которые влияются на процесс формирования самоконтроля. Почему? Это косвенный фактор, он не является прямым, он не несёт обязательно такой нагрузки, но в то же время он необходимый. Когда человек понимает, для чего ему это надо, он автоматически начинает на это обращать внимание, у него включаются независимые функции контроля, проконтролировать, что я это сделал, потому что мне это для того-то, для того-то нужно. Понятно, что это косвенно. И помимо этого, сегодня ещё к этому вернусь вопросу, нам нужны будут специальные какие-то упражнения, которые провоцируют ребёнка на то, чтобы он хотел этим заниматься. Но я сегодня к этому вопросу ещё вернусь. И гуманитарная составляющая у нас проявляется, прежде всего, во владении математическим языком. Математика обладает колоссальнейшим воспитательным эффектом развития речи. Ну и сам по себе предмет, он настолько имеет такие развивающие идеи внутри себя, идеи развивающего проблемного обучения, что иногда кажется, что и придумывать не надо, до какой-то специальной методики, берёшь задачку, работаешь с ней. И она вроде как сама занимается за тебя развитием и реализацией проблемного обучения. Ну а уж если учитель понимает в тонкостях, как реализовывать эти принципы, и работает с задачей методически, грамотно, то этот эффект существенно усиливается. В этой связи идеологическим стержнем всего курса является понятие математического языка и математического моделирования. Это очень важный момент, потому что он позволяет соединить весь курс в единую цельную дисциплину. Ну вот с первого класса по одиннадцатый целиковую. Ну а на этапе 7-11 вообще просто единую, потому что здесь мы уже переходим, если у нас там с первого по шестой класс, это общий курс математики, то здесь у нас идёт целенаправленное изучение алгебры определённого раздела. И вот этот идейный стержень, он позволяет рассматривать именно как единое такое ядро, которое состоит вроде бы из каких-то составных частей, но при этом он представляет собой единое целое. А второй момент, который говорит о том, что наши обучающиеся, собственно говоря, как и мы, мы очень любим то, что мы изучаем, то, что мы понимаем, это проиллюстрировать, увидеть, как эта картинка выглядит. И вот здесь как раз опора на геометрические иллюстрации, наглядность. Правдоподобное рассуждение позволяет реализовать, о чём мы говорим. Очень важный момент. Развивать язык математически невозможно, если учебник не написан подробно. Поэтому учебник написан достаточно подробно. И многие моменты, связанные с контролирующими, самоконтролирующими функциями, они опираются на структуру учебника. Вот я сейчас примеры покажу. И ещё такой момент, связанный с формированием IT-компетенции, ИКТ-компетенции. Мы говорим о том, что современное поколение у нас очень активно работает с компьютером. Вот мы, конечно, не являясь сторонниками того, чтобы компьютер заменял учителя, компьютер заменял реальное обучение, такое живое, говорим о том, что мы можем использовать компьютер в качестве помощника, в качестве дидактического средства обучения. И определяя определённые дидактические цели, которые может позволить компьютер решить, всё-таки в этих рамках использовать его, это с одной стороны будет способствовать более высокому уровню формирования предметных компетенций именно по математике, а с другой стороны повышать компьютерные компетенции, что тоже немаловажно в современном мире. Само содержание внутри строится по соблюдению указанных пяти принципов. Это принцип крупных блоков, когда материал даётся целикого. На самом деле это очень важный принцип, потому что когда один материал вытекает из другого и тесно взаимосвязан с ним, тогда становится понятна структура. Когда материал предыдущего разрывается с последующим, образуется вот это нарушение логической цепочки и нарушается восприятие единого целого. Поэтому при том, что весь курс алгебры представляет собой некое такое вот ядро, получается, что это ядро как бы разбито на такие части, что каждый класс, он представляет собой тоже своеобразное, такое единое целое. И внутри него соответствующие достаточно крупные блоки темы. Кроме этого, все темы, которые включены, они очень лаконично взаимосвязаны между собой, одна вытекает из другой, и ни в одном классе, ни одна тема не является тупиковой. У каждой темы есть свое место. Понятно, как она связана с предыдущим материалом, и как она вытекает в следующий материал, и как это все преобразуется потом в дальнейшем. При этом, как я уже сказала, присутствует некая завершенность в рамках каждого класса, всего целого курса и так далее, что соответственно вытекает в следующих двух принципах. Принцип детерминированности и логической завершенности построения всего курса и принцип завершенности в пределах учебного года. Ну и весь УМК, он строится на основе приоритетности функционально-графической линии. Поэтому изучение всех математических моделей, которые есть в курсе алгебры, оно происходит на основе следующей последовательности. Сначала изучается соответствующая функция, затем уравнение и возможное неравенство, может быть, система где-то, и в завершении только изучаются преобразования. Таким образом, построение всего курса алгебры и алгебры начала математического анализа можно так вот в общем подразделить на изучение вот таких моделей. Значит, седьмой класс – это линейная функция, что соответствует реальным процессам равномерным, равномерное движение. Восьмой класс – это квадратичная функция, что соответствует изучению равноускоренных процессов. Девятый класс. Здесь, конечно, изучаются несколько функций, там немножечко степенные, корень, модуль, но в основном происходит, мы подходим к необходимости обобщения изученного в основной школе и формализации некоторых определений и понятий. Идет определенная подготовка к тому, что мы переходим на новую ступень на изучение алгебры и математического анализа в десятом классе и к новым функциям. Десятый класс. Это еще два класса больших. Тригонометрические функции, показательная логарифмическая функция и соответствующие периодические процессы гармонических колебаний и процессы органического роста. В одиннадцатом классе уже отдельно класса функций не изучается, а происходит полное обобщение изученного в средней школе, и начало дифференциального интегрального исчисления бесконечно малое. Соответствует процессам мгновенная скорость, нахождение площади, объем, оптимальные значения некоторых величин и так далее. То есть таким образом совершенно четко понятно и как структура вся общая курса, так и структура каждого класса отдельно. Внутри каждого класса происходит изучение параллельно определенного набора свойств определенного набора понятий и определений, связанных с функционально-графическим материалом. И каждое определение понятия изучается на трех уровнях. Наглядно-интуитивном, рабочем и либо формальном определении свойств. И как вы видите из таблицы, в большинстве своем каждое свойство проходит либо три уровня, допустим, область определения, на наглядном, на рабочем, на формальном. Но действительно в седьмом классе нет необходимости для линейной функции вводить понятие области определения сразу на формальном уровне. Поскольку линейная функция определена везде, тут вроде бы как это кажется несколько естественным. В то же время мы можем наглядно, напрямую этот факт увидеть и потихоньку к нему привыкать, постепенно переходить на рабочий уровень. У нас уже появляется в восьмом классе кадротичная функция, модуль, корень и дробный функция. И мы уже понимаем, что у нас есть какие-то ограничения на область определения. И к девятому классу сформирована потребность, необходимые знания, опыт для того, чтобы вводить строгие определения, строгие алгоритмы нахождения данных вещей, в данном случае область определения. Аналогично мы говорим о наибольшем, наименьшем значении функции на промежутке. В седьмом классе мы вполне это можем находить с помощью прямой, брать отрезочек, луч, интервал, полуинтервал. И все прекрасно видно. А к девятому классу мы уже это формализуем в свойства и можем действовать на основании определения. В то же время есть некоторые определения, которые вводятся, либо быстро переходят с наглядного на рабочий, вот как скажем, понятие ограниченности, либо вообще сразу вводятся на формальном уровне. Но мы должны понимать, что к восприятию этого определения и к тому, что мы его формально вводим, ребёнок готовится и косвенно, когда он изучает другие вещи, когда он работает с материалом. Поэтому, скажем, вводя в девятом классе понятие чётности, ребёнок уже косвенно подготовлен к тому, чтобы воспринимать новое понятие. В то же время некоторые вещи на школьном уровне остаются, на наглядно интуитивном уровне, не выводятся даже на рабочий. Так скажем, понятие выпуклости, понятие дифференцируемости. И понятно, что в этот период у них нет необходимости в том, чтобы давать строгое определение. Те учащиеся, кто будет изучать математику более подробно, сможет с этими понятиями уже познакомиться в высшем учебном заведении, где математическая подготовка нужна. Система упражнений крутится вокруг шести сюжетов преобразования графиков, отыскания наибольшего и наименьшего значения, графическое решение, функциональная символика, функционально-графические функции, чтение графиков. И когда функциональный материал отработан достаточно подробно таким образом, опираясь на него, переходить к уравнениям, к неравенствам и к другому материалу уже значительно легче, потому что у нас есть наглядная модель того процесса, о котором идет речь. Здесь я быстренько пролесну, просто покажу вам картиночки, как выглядит учебник внутри. Каждая глава заканчивается итогами, где перечислены основные понятия, которые должны знать. Вопросы для самоконтроля. Вот опять же я еще к вопросу, к основному нашему не перешла, но здесь есть как раз моменты, которые к нему ведут. Для того, чтобы проконтролировать усвоение материала, список вопросов. Мы параграф прочитали, а что нам нужно усвоить? Вот здесь вот и так в главе и вопросы. У нас перечень того, что мы должны усвоить. Есть тест, ну поскольку у нас итоговая аттестация в форме теста, естественно, помимо классических контрольных работ, проверочных, самостоятельных, присутствуют тестовые формы. И здесь вот тест, ну учитель может выбрать, естественно, как ему удобно работать с этим тестом. Либо как самостоятельная работа, может на уроке предложить. Ну в общем, могут выборочно предлагать. Некоторые учители, я знаю, там берут отдельные задания только из этих тестов. Но это, наверное, все там усмотрение учителя, как с тестом можно проработать. Далее, дополнительные задачи для учащихся, кто проявляет повышенные интересы и более сильные по подготовленности. Дополнительная задача связана с материалом изучаемой главы. И небольшой такой раздел из истории математики, который не предназначен для того, чтобы полностью заменить работу с дополнительной литературой. Как раз основная задача здесь коротко осветить какие-то исторические аспекты изученной темы и сформировать интерес, спровоцировать интерес к тому, чтобы по данной теме изучать материал дальше. И там может быть какой-то проектной деятельностью заняться, исследовательской и так далее. Система упражнений построена в трехуровневом плане, постепенным переходом от базового к высокому. И выделено, вот видите, как в данном случае выделено 18-11 номер зелененьким значком ИКТ. это задания, которые мы могли бы рекомендовать выполнять с использованием компьютерных средств. Итак, я достаточно подробно проговорила про курс и отметила несколько моментов, которые связаны с тем, что косвенно провоцирует и косвенно способствует, то, что в составе ОМК способствует и направлено на то, чтобы учитель мог этот материал отбирать для контролирующей, самоконтролирующей деятельности. И сейчас хочу рассмотреть несколько примеров, несколько каких-то приемов таких, которые полезно было бы использовать в своей деятельности непосредственно. Итак, у нас в процессе обучения, я имею в виду у нас, это у учителей, учителя, когда работают с учащимися, они осуществляют непосредственно постоянный некий внешний контроль над учащимися. И в некоторой степени вот этот постоянный внешний контроль, он способствует некоторому определенному торможению у учащихся, формированию у учащихся самоконтролирующих функций. То есть ученик с первого класса привыкает к тому, что в классе есть учитель, который следит, что делать на уроке. То есть у него нет необходимости за собой проверять, я правильно делаю или нет. Учитель скажет, что дальше делать. Он проверяет контрольную работу, значит, он определяет ошибки все. И косвенным образом осуществление внешнего контроля некоторым тормозит формированию самоконтроля. И это не значит, что мы не должны контролировать, все равно у учителя одна из функций, которые он осуществляет. Но есть необходимость в том, чтобы некоторым образом свою деятельность корректировать с тем, чтобы не провоцировать торможение самоконтроля у учащихся, а наоборот стимулировать. В процессе осуществления внешнего контроля что может осуществлять учитель? Ну, во-первых, побуждение учащихся неких мотивов к осуществлению самоконтроля. И какой здесь основной ключевой момент? А ключевой момент в том, что ребенок должен уметь, должен уметь сам себя проверить. это его обезопасить при осуществлении контролирующих каких-то процедур. Ну, то есть, совершенно простая вещь, как бы ничего нового я сейчас не сказала. То есть, ребенок на контрольной работе решил пример, он должен уметь его проверить. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок решить решил, но проверить не может. он читает, но, как таковой проверки, не осуществляет. Хотя, если ему задать вопрос, что ты делаешь, он скажет, что он проверяет. Бывают еще хуже ситуации, когда ребенок решил, решил правильно, он начинает проверять себя и исправляет правильное решение на неправильное. Вот уже такие ситуации видим, когда проверяем там контрольные, самостоятельные работы какие-то. вот каким образом обезопасить ребенка от этих вещей, научить его делать это правильно, это очень сложный вопрос. Но один из важнейших аспектов связан с тем, что ученик потихонечку должен сформировать у себя потребность самоконтроля. То есть, я сделал, я проверяю, что у меня получилось. Я делаю, смотрю, что я делаю. Может, по ходу дела я уже могу откорректировать какие-то свои действия. В процессе осуществления самоконтроля и стимулирования вот такой самостоятельной деятельности у нас происходит косвенное развитие самоконтроля. То есть, когда мы говорим в конце контрольной работы, что ребят, нужно сейчас проверить, мы фактически косвенно стимулируем процесс развития самоконтроля. Что ребенок понимает, что после контрольной работы нужно проверить. ну и наконец, осуществляя внешний контроль, учитель может делать, сдавать, организовывать виды деятельности, которые уже непосредственно способствуют развитию самоконтроля. Вот эти вот моменты, о которых я сейчас говорила, то, что у нас присутствует во внешнем контроле, они вытекают в более такие мелкие формы работы, которые вот здесь вот указаны в третьем ряду. Формирование потребностей к самоконтролю, разъяснение сущности приема самоконтроля. То есть, я, допустим, хочу осуществить контроль над собой, да, самоконтроль, но при этом я не владею никакими приемами. То есть, я смотрю в тетрадку и не понимаю, что я должна сделать. Вот я на нее смотрю, и я вроде как самоконтроль осуществила. Но поскольку я ни одного приема не знаю, я ничего не сделала, я просто посмотрела в тетрадку. Вот понимание этого, может быть, оно есть у учителя, но, может быть, его у ребенка нет, потому что ребенок не знает, что нужно. Мы должны, я имею в виду взрослые, прежде всего учителя, поскольку мы владеем этими методиками, технологиями, учить этим приемам. и когда у нас какие-то приемы самоконтроля уже донесены до учащихся, учащиеся частично хотя бы с ними знакомы, мы должны каким-то образом знакомить, в данном случае это названо так, инструкция по проведению самоконтроля. То есть, как у нас вот было, да, научная организация труда, научная организация самоконтроля. Как этот процесс происходит? То есть, что ребенок должен сделать? Я контрольную работу закончил. Что я делаю? Первое, я беру тетрадь, я беру черновик. Второе, я прорешиваю какое-то задание, у меня, допустим, уравнение решено. Какие у меня есть способы провести самоконтроль? Я могу самый банальный, самый простой вариант сделать. Я знаю, что такое решить уравнение. Это значит найти число, которое при подстановке вместо переменной обращает данное равенство верное. Подставить это число и получить верное равенство. Или не получить и убедиться в том, что я решила неправильно. Вот бывая на уроках в начальной школе и работая с учителями начальной школы, с детьми в начальной школе, я заметила интересный факт. Дети решают уравнение, получают корень, а затем подставляют найденный корень в уравнение, осуществляют проверку. А дальше они не считают. То есть они подставили, и на этом проверка закончилась. а даже самый банальный взгляд показывает, что этот корень найден неверно. И то, что они написали, проверка, это вообще неправильное равенство, оно неверное. Но ребенок, его научили в классе, что х плюс 3 равен 5. Он пишет х равно 3. Он подставляет 3 плюс 3 равно 5. Вся ответ готов. Но 3 плюс 3 не равно 5. И когда ребенок подставлял корень, он не проверил, что на самом деле, он просто его подставил. Вот это нарушение двух пунктов, вот этих последних, о которых мы говорили, разъяснение сущности приема самоконтроля, здесь прием непосредственной проверки, и инструкция по проведению самоконтроля. Потому что после того, как он подставил, он должен был подсчитать и убедиться, что вот в левой части получилось то же самое, что и вправо. И это формируется еще на этапе изучения математики в начальной школе, должно формироваться. При косвенном развитии самоконтроля, вот проверка учителем деятельности учащихся, то, что мы осуществляем каждый урок, самостоятельные работы, когда мы домашнюю работу проверяем, когда мы осуществляем фронтальную проверку, это тоже косвенное развитие самоконтроля, потому что постоянный контроль с нашей стороны и понимание учащимися, что их ошибка будет найдена и они будут состоять в той ситуации, что надо ее исправить каким-то образом, отработать, переделать. Вот эта ситуация является косвенным развитием самоконтроля. Затем прием такой очень интересной, полезной, взаимной проверки учащихся. Я думаю, что многие их используют, когда мы допустим самостоятельно решили, поменялись эти тетрадями и осуществляют друг у друга проверку. Есть еще интересный такой прием, когда дети проверяют учителя. То есть учитель может быть на доске что-то решил и предлагает проверить, предлагает свое готовое решение проверить, еще какое-то. То есть учащиеся следят за тем, что говорит учитель. Есть учителя, которые часто используют такой прием, достаточно интересные. Когда в ходе объяснения даже нового материала они сразу говорят учащимся, что я могу что-то сказать неправильно, вы должны очень внимательно слушать и мне в конце моего рассказа сказать, определить, что было неправильно. С одной стороны такая форма повышает мотивацию к внимательному прослушиванию и анализу подаваемого материала, а с другой стороны здесь опять-таки происходит косвенное развитие самоконтроля, потому что учащиеся осуществляют в процессе разговора, в процессе лекционного какого-то фрагмента урока контроль за деятельностью. Кстати, говоря, с точки зрения психологии многие специалисты подчеркивают, что взаимные проверки учащихся и проверка деятельности учителя. Это достаточно эффективная форма формирования самоконтролирующих функций, потому что другого проверять легче, чем себя. Очень часто решив что-то неправильно, при проверке допускается та же самая ошибка, потому что срабатывает такой вот некий стереотип. Если есть возможность провести повторную проверку через некоторое время, это может оказаться эффективнее, потому что происходит процесс забывания. А когда по свежим следам решил и тут же проверил, очень часто бывает допускается та же самая ошибка, которая была выше. Ну и наконец очень важные такие формы, которые связаны с непосредственным развитием самоконтроля. Это умение выявлять причин собственных ошибок, самопроверка непосредственная и предупреждение ошибок. Вот все это вместе способствует тому, чтобы на фоне осуществляемого внешнего контроля начинал формироваться самоконтроль. Значит, что хочется, чтобы понималось? Что у некоторых конечно детей самоконтролирующие какие-то функции, они формируются и развиваются раньше. И скажем, там ребенок уже в седьмом классе, в шестом может осуществить проверку, понимает, как это сделать. Но на самом деле, так же, как мы учим, все дети по-разному узнают материал, так же и такие вещи, как самоконтроль, они на разном уровне формируются. То есть есть дети, которые только к 10-11 классу могут какие-то самоконтролирующие вещи выполнять. поэтому мы это должны понимать, да и как у нас при изучении материала есть оценки 3-4-5, так и при осуществлении самоконтроля. Возможна ситуация, когда мы ребенку ставим за то, как он сделал самоконтроль 3-4 или 5. То есть не все дети на одинаковом уровне способны самоконтроль осуществлять. Это, конечно, совершенно тривиальная вещь, то, что я сказала, но это факт, который мы иногда забываем. Какие у нас приемы самоконтроля такие самые распространенные, самые доступные? Сверка с готовым образцом или ответом. Я думаю, что это мы делаем часто. Дети вообще без нас даже это делают. Домашнюю работу сделали и полезли в ответ и смотреть. Это определенный самоконтроль. И в некоторых случаях он помогает. Главное, чтобы он не перехрестал. Вот здесь большая проблема. Учителя все жалуются. Страшно. Готовые домашние задания. К большинству учебников полный интернет кишит различными вариациями готовых домашних заданий, которые становятся своеобразным готовым образцом. Ну и хорошо, если ребенок сначала сделал, а потом проверился. Хуже, когда ему неохота делать, он набирает в интернете, с интернета скачивает, списывает. Сам не понял, что он списал, но вот это сделал. Ну, конечно, с этим бороться очень сложно, и, скорее всего, здесь варианты связаны именно с тем, как учитель будет организовывать методику работы вот с этими готовыми образцами, с готовыми заданиями. второй прием повторное решение задачи. Вот второй прием, он перекликается тесно с пятым приемом, потому что повторное решение задачи не обязательно будет осуществляться тем же способом. Вполне более результативным будет решение задачи другим способом. Ну, я вот выше говорила о том, что когда человек решил и потом то же самое повторил, иногда бывает срабатывает стереотипная ошибка. А когда решил одним способом, а проверяет другим, по другому способу решая, эта стереотипность ошибки уже может не допущена быть. И получение разного ответа приводит нас к выводу о том, что в одном из способов допущена ошибка, а мы перепроверяем третий раз. Решение обратной задачи. Ну, вот на самом деле здесь еще могу сказать, что для разных заданий будут рекомендованы разные приемы, потому что в каких-то случаях решение обратной задачи является еще более сложной вещью, чем решение прямой. Или ребенок не очень понимает, что такое обратная задача, не может это сделать. Поэтому здесь вот смотрим по заданию и соответственно отсюда выбираем те приемы, которые работают. Проверка полученных результатов по условию задачи. Здесь понятно. Решение разным способом моделирования. Либо строим модель, либо изготавливаем модель и проверяем, насколько это работает. Примерная оценка искомых результатов прикидка. Ну, скажем, в задаче на проценты взят кредит какой-то, через какое-то время под какой процент взят кредит. И в результате получается допустим 160%. В принципе положительная величина с точки зрения того, что это проценты вполне реальна. Но с другой стороны нормальный человек под 160% брать не будет. Это не совсем правдоподобная вещь. То есть процент все-таки должен быть реальным. И в данном случае прикидка, примерная оценка говорит о том, что результат таким быть не может. Но еще более простая ситуация, когда скорость получилась минус 20 или еще что-то такое. Здесь понятно, что значение не может быть отрицательным, и поэтому даже не то, что примерная оценка, а просто незначительный какой-то анализ того, что получилось, говорит о невозможности полученного результата. И это говорит о том, что либо задача решена неверно, либо в каких-то случаях изначально само условие было таким, что правильного ответа нет, что это условие некорректно и специально на это направлено, чтобы выявить какое-то несоответствие, некорректность. Проверка на частном случае, когда мы рассматриваем отдельные варианты. Скажем, в неравенстве, мы получили промежуток, можем взять какие-то значения из этого промежутка, перепроверить. Это неполная проверка будет, поскольку мы всех значений перебрать не можем, но несколько ситуаций, если мы вдруг получаем неправильно, может нас натолкнуть на то, что мы где-то что-то неправильно сделали. И испытание получаемых результатов по косвенным параметрам, которые в задаче присутствуют. Ну, вот это основные такие приемы, которые мы будем обучать учащихся в течение их обучения алгебре. Конкретно несколько примеров из УМК. Ну, первый пример, такой самый простой, просто пробегу, это побуждение учащихся к самоконтролю через непосредственно формулированные задания. Скажем, какая из данных пар чисел является решением системы. Понятно, что это способствует у нас умению осуществлять самопроверку путем подстановки результата в систему. То есть парой подставляем и проверяем. В дальнейшем, решая любую систему, ребенок может подставить в нее полученное решение и проверить, является ли решение решением системы. К каждому следующих уровня подберите второе, так, чтобы полученная система имела единственное решение. Тоже самоконтролирующая функция, потому что у нас здесь есть условия про единственность решения. Значит, мы подобрали и мы должны обязательно вот эту проверку, самопроверку осуществить, самоконтроль через единственность решения. Выясните, имеет ли решение система уравнений, можно ли найти его графическим методом. Вот здесь задание, которое провоцирует нас на работу не только аналитически, но и графически, сопоставление двух вариантов решения и задание на косвенное побуждение к самоконтролирующей функции. Также могу рекомендовать, посоветовать вот такое пособие, методика формирования универсальных учебных действий при обучении ангебры, написанная профессором Людмилой Ивановной Боженковой, в котором приводятся различные типовые задания, некоторые из которых в том числе и способствуют тоже формированию самоконтролирующих функций. Здесь нумерация скачет, потому что она взята в соответствии с этим пособием, я не стала ее менять. Некоторые типовые задания я пропустила. Вот для примера привела четыре. Схема определения понятия, предписания, информационная схема, схема поиска решения. Как возможно с ними работать? Ну вот информационная схема. Для чего нужна информационная схема? Ну в идеале вообще я себе представляю так, что у нас у учащихся есть какой-то набор таких самостоятельно выполненных продуктов, таких средств обучения. к которому относятся схема определения понятия, информационная схема, алгоритмы, предписания какие-то. Ну возможно это какие-то отдельные листочки или может быть в одной тетрадке сделано. И по каждой теме они записаны. Для чего это надо? Когда я имею некое выражение математическое, мне нужно с ним работать, выполнить его преобразование. Ну как в плохом варианте бывает. Нам нужно выполнить преобразование и кто-нибудь из изучающихся говорит, а давайте сложим. Нет, не сложим, давайте вычтем или разделим. Вот когда такая ситуация возникает, она вообще не хорошая ситуация, потому что на пустом месте разговор ни о чем. разделим, умножим. С чем это связано? Это связано с тем, что вообще ничего не проанализировали, ничего не поняли. Значит, начинаться с чего должен разговор, что у нас за задание, что мы имеем, о чем мы говорим. Если у нас идет разговор о том, чтобы преобразовать выражение, значит, я должна понимать, какой у меня тип выражения, какой у меня вид выражения, как с этим типом работать и так далее. И вот для того, чтобы это определить, мне как раз может помогать какая-то систематизационная информационная схема, какие-то схемы определения понятий и так далее. И вот эти вот вещи, в данном случае информационная схема приведена на слайде, призваны стать помощниками к тому, чтобы формировать вот эти самоконтролирующие функции. Или, скажем, схема определения понятий. Вот я когда изучаем тему квадратный корень из неотрицательного числа. Вот здесь вот приведен скрин из учебника определения. На основании вот этого определения можно какую-то вот такую схему определения понятия составить. Что такое корень квадратный из неотрицательного числа а? Некоторое неотрицательное число квадратный и вот такая схема. Корень вот здесь стоит двойка и рядом показано, что показатель 2 не пишется. Значит, вот он корень из а больше либо равен нулю. Мы говорим о том, что корень из а в квадрате это есть число а, если а больше либо равен нулю. И вот эти все моменты здесь прописаны. Вот схема определения понятия. Значит, когда мне нужно выяснить, что число является корнем или не является, я должна понимать, что я вот это понятие знаю. Я могу к этой схеме обратиться, я имею ввиду я это ученик, и посмотреть. Значит, если у меня есть задание, я его выполнила, и не уверена, что я его выполнила правильно, не помню каких-то понятий, значит, я открываю вот эту шпаргалку, по ней смотрю и проверю. Может быть, здесь какие-то образцы решения, какие-то примеры среди этих шпаргалок, которые мне могут позволить облегчить вот ситуацию с выполнением как самого задания, так и проверки этого задания, и самоконтроля. вот это то, что оказывается связанным с типовыми заданиями, и то, что будет представлять мне возможность сделать набор средств для того, чтобы я осуществляла свою самоконтролирующую функцию, я имею ввиду ребенок. И, соответственно, осуществляющийся на основе него прием саморегуляции, скажем, вот параграф 17-7 класс, решить о системе уравнений методом подстановки. Мне даже уже подсказывает, что метод подстановки мне нужно использовать. Определить тип. Знаю ли я типы системы? Что у меня тут за система? Ну, похоже, что она на линейную, потому что тут х, у, х, у везде первые степени. Ну, похоже она на систему линейных уравнений с двумя неизвестными. Определить стандартная она или нет. Но она нестандартная, потому что у меня не ах плюс б и плюс с равно нулю, а вот х и у в правой и левой части, скобки тут какие-то. Но тогда вопрос, для того, чтобы я понимала, как я осуществляла, знаю ли я стандартный вид системы. Если я знаю, что вот он у меня ах а1х плюс b1у плюс c равно нулю, а второе уравнение а2х плюс b2у плюс c равно нулю. Значит, я смотрю и сравниваю вот эту систему с тем, какой вид стандартный. А если я не знаю, то я могу либо в шпаргалки залезть, либо в учебник залезть и там найти, как выглядит стандартный вид. И тогда вопрос, какие преобразования необходимо выполнить, чтобы привести данную систему к стандартному виду. Если я знаю эти группы преобразованием, то я раскрываю скобки, переношу слагаемые, привожу к стандартному виду. А если я не знаю, я опять лезу либо в шпаргалки в свои, либо в учебник и ищу там способы, как это сделать. Тогда я делаю преобразование и возвращаюсь, проверяю, стандартная у меня система или нет. И если она у меня стандартная, то я уже выполняю непосредственно решение стандартной системы. отсюда вопрос, знаю ли я, что такой метод подстановки и как он выполняется. Если нет, то опять же я обращаюсь к шпаргалке или к учебнику, где у меня этот алгоритм есть, где у меня есть предписание, где у меня есть образец решения и в соответствии и в соответствии с ним выполняю решение вот этой данной системы. Поэтому в общем виде при выполнении преобразований какой у меня может быть последовательность рассуждений. типа выражения знаю ли я какие есть типы, знаю ли я какие виды, знаю ли я, что такое анализ, что такое сравнение, какие правила преобразования, какие группы есть, выполнены ли до конца преобразования, ОДЗ выражений, проверка, как записать ответ. то есть если я на какой-то из вопросов отвечаю нет, значит у меня встает вопрос о том, что мне необходима помощь. И это мне я говорю о рассуждении ребенка о том, к какому идеалу мы должны в какой-то степени стремиться, чтобы было такое рассуждение у ребенка. И в этой связи, значит, если где-то у нас возникает ответ нет, то обучающийся у нас либо самостоятельно ищет и справляется с проблемой, либо обращается за помощью. Ну, мы можем организовать, скажем, групповую форму, когда ему кто-то из товарищей помогает, либо учитель эту функцию на себя берет и выполняет повторное объяснение текущего материала. Пример задания по теме торжества. 38.8, это тоже седьмой класс. Доказательство торжества. Установите, является ли данное равенство торжеством, если да, то укажите допустимое значение перемен. С чего ребенок теоретически должен приступить к заданию? Ой, спасибо большое. С чего ребенок должен теоретически приступить к этому заданию? но прежде всего самоконтроль установить является ли данное равенство торжеством. А я вообще понимаю, что надо сделать или нет? Знаю ли я, что такое анализ условия, над чем я должна задуматься, это первое. А второе, знаю ли я, что такое торжество и знаю ли я, что значит установить, что равенство является торжеством. это первый контролирующий шаг. это на этом этапе выполненного задания отвечает ребенок «да», он дает определение, значит, мы тогда двигаемся дальше. Уже теперь покомпонентный анализ выражений, которые есть в условии. То есть мы оцениваем левую часть и анализируем и правую часть. А тогда вопрос, знает ли ребенок, что такое есть по компонентной анализу. То есть я должна посмотреть на левую часть, я это ребенок имеется в виду, и понять, что у меня в левой части происходит. Вот у меня в левой части сумма дроби и многочленов. Это седьмой класс. Дробь с многочленов мы еще складывать как таковой не умеем. Отсюда что мы можем? Мы можем дробь сократить, но чтобы сократить дробь, у меня числитель должен быть в другом виде. Он у меня должен быть представленным в виде произведения. Пытаясь преобразовать в виде произведения числитель, раскладываем слагаемые и раскладываем на множитель способом группировки. Опять же здесь у нас идет разговор о том, а я знаю, что такое способ группировки, я его умею делать или нет. Если я умею, я его сделаю. Если нет, нет. Вот самоконтроль своих действий, своих знаний осуществляется. Разложили, сократили. Вот получилось выражение. Ответа пока нет. Но глядя на него, мы понимаем, что у нас здесь многочлен нестандартного вида, его дальше нужно преобразовать. Мы знаем, какие здесь преобразования возможны. Ну, там, теоретические скобки, которые можно раскрыть и потом привести подобные слагания. если мы не знаем, то мы должны обратиться, опять же, либо к учителю, либо к каким-то другим средствам, чтобы посмотреть многочлены вот такого вида, что с ними делать, чтобы они стали стандартным. Раскрывают скобки, подобные слагаемые, значит, у нас добавляется продолжение. Скобки раскрыли, подобные привели. мы опять сравниваем правую и левую части, понимаем, что это еще не левая, не правая часть, это левая часть, а все равно отличается, но отличается тем, что в правой и левой части у них разный вид. Здесь многочлен, а там квадрат выражения. Можем ли мы каким-то образом связать этот многочлен с квадратом выражения? Значит, нужно либо правую часть разложить по формуле, либо левую собрать, наоборот, по формуле, посмотреть, если это возможно, а знаю ли я вообще эти формулы? Потому что у меня там квадрат суммы, знаю ли я формулу квадрата суммы, могу ли я с ней работать? Вот этот прием саморегуляции, который направлен на то, чтобы на каждом шагу учащиеся фактически осуществляли контролирующую функцию своих знаний, он очень полезный. Понятно, что он громоздкий, он занимает некое время, если мы этому учим на уроке, то мы, конечно, большую часть урока можем на это потратить. С другой стороны, если мы этому приучим, то мы потом очень много чего сэкономим и в плане времени и всего, потому что учащиеся смогут работать самостоятельно. Это, в общем, важнейший совершенно навык, который в обучении пригодится и не только, кстати, в школе, но и в дальнейшем. здесь хочу показать пример самопроверки с использованием какого-то эталона, причем в том числе и эталона, связанного с использованием ЭК-средств. Вот это номер 520, тоже 7 класс, он помечен в учебнике, видите, зелененьким значком ЭКТ. При каких значениях параметра уравнение имеет один корень. Вот можно сделать вот такое средство обучения. Здесь оно сделано, если кто-то видит, в геогебре. Достаточно простая программа. на этапе обучения в пятом классе, конечно, пятого параграфа, конечно, в седьмом классе, здесь мы сразу не можем использовать это средство, потому что сами графики изучаются несколько позднее. Пятый параграф это самое начало седьмого класса. Но в то же время, когда мы далее работаем с этим материалом, вот полезно вернуться, когда у нас уже изучаются линейные уравнения, график линейного уравнения с одной переменной, вернуться вот к этому пятому параграфу и показать, что то решение, которое получили, да, мы вот здесь x находим, разделив 4 на p-4 и отделение это возможно только если p не равно 4, вот это можно перепроверить и показать на графической иллюстрации. вот у нас прямая p-4x вот создается инструмент такой ползунок и когда мы туда-сюда двигаем ползунок, эта прямая у нас меняет свое положение и мы видим как в зависимости от различных значений p-4x она меняется и вторая прямая y равно 4 вот она такая розово-сиреневая это вот то уровень который стоит в правой части и тогда когда мы меняем ползунок вот при положении p равно 4 мы получаем две параллельные прямые видно что точки пересечения нет вот в предыдущем случае вот она точка а была показана когда начинаем крутить видно что точка а двигается наконец она исчезает и вот здесь вот в левой части где история построений видно что точка а которая пересечения внизу вот знак вопроса нету точки пересечения то есть мы сделали эталон решали аналитически эталон сделали графически для проверки это как вариант это не значит что мы всегда так должны делать но в каких-то случаях это очень полезно мы можем просмотреть взаимосвязь различных способов решения когда учащийся понимает вот эту вот взаимосвязь он может работать с графиками с аналитической моделью с аналитической моделью в разном варианте это очень полезные навыки в плане осуществления самоконтролирующей функции потому что позволяет применять различные способы и методы вот здесь это видно при п равном 4 уравнение принимает вид 0 который не имеет корней а графически мы видим что мы получаем при п равном 4 параллельные прямые которые не имеют точек пересечения а значит уравнение корней на виду если п не равно 4 у нас есть единственный корень а здесь мы видим что у нас есть абсцесса она видна в левой части картинки вот она точка это в данном случае там минус 1,1 но это не зависит от того как главное что эта точка есть нас интересует что она есть есть еще интересный прием поиска ошибки в готовом решении ну я вот в данном случае привела пример решения задачи на нахождение вероятности до классической кстати говоря одни из самых сложных задач где чаще всего ошибки допускаются вот у нас ситуация 4 золотые монеты 2 серебряные пират могут вытаскивать 2 монеты какая отность того что обе они серебряные рассуждение при внимании 2 монет возможно 3 исхода 2 золотые 2 серебряные или золотая серебряная монета нас интересует ситуация когда 2 серебряные что составляет 1 треть значит ответ 1 треть правильно или нет это у нас определение классической вероятности сколько у нас равновозможных несовместных исходов вытянуть 2 мы можем первую монету шестью способами вытянуть вторую шестью пятью и поскольку разницы нет какая монета первая какая вторая поскольку две значит в два раза меньше то есть у нас 15 возможных несовместных исходов из них 2 серебряных это один исход потому что у нас всего 2 серебряных так значит получается 1 пятнадцатая а не 1 третья вот а в чем разница а разница в том что вот эти 3 исхода 2 золотые 2 серебряные и 1 золотая и серебряная монета они не являются равновозможными несовместными а в определении у нас равновозможный несовместный исход вот это нарушено вот в теории вероятности таких аспектов много и нужно быть очень аккуратными к формулировкам и вот здесь вот очень хорошо искать ошибки это вот очень полезное такое задание еще похожее задание это похожий пример монету бросили три раза какова вероятность что выпадет один орел при бросании трех монет возможны исходы три орла два орла одна решка две решки один орел три решки благоприятствующий один да один орел и две решки значит ответ 1 четвертая правильно неправильно опять почему потому что равновозможных исходов не 4 а составляем схему в данном случае для наглядности табличку сделали три орла а два орла и решка возможны в нескольких вариантах вторая и третья монета орел первая и вторая монета орел первая и третья монета орел и тогда соответственно получается вариантов не 4 а 8 и две решки и орел это три первая вторая решка первая третья решка и вторая третья решка и все три нас устраивает поэтому благоприятствующие у нас три исхода а вероятность не одна четвертая а три восьмой вот я не знаю но я в своей практике достаточно много сталкивалась вот именно на вероятности вот с такими вот заковыристыми штучками понятно что здесь же мы можем рекомендовать и какие-то приемы связанные там с расшифрокой эсофизмов где там деление на ноль еще какие-то моменты вот подобного рода единственный момент на который следует обратить внимание вот с ошибками нужно быть аккуратными очень потому что некоторые дети вот почему вот этот вот момент капризный этот прием капризный некоторые дети запоминают ошибки то есть вот мы показали неправильное решение он вроде бы и нашли потом и разобрали как правильно но при этом ребенок запомнил неправильное решение и вот где-то сбивается поэтому вот такие вещи они очень полезные но при этом мы должны обращать внимание на том как ребенок с ними работает ну на самом деле я думаю что мы к разговору о приемах самоконтроля еще вернемся через пару вебинаров и рассмотрим еще такие уже более серьезные вещи почему начала разговор сегодняшний с тем что я приглашаю вас на постоянные вебинары потому что из-за того что меняется часто у нас состав участников приходится очень много вещей повторять одинаково да и большую часть вебинара тратить я приглашаю вас участвовать у нас постоянно с тем чтобы мы уже начальную часть вебинара не повторяли а начинали с середины сразу с примеров вот к вопросу самоконтроля и контроля мы еще вернемся обязательно зимой и рассмотрим уже несколько примеров может быть и восьмой класс возьмем какие-то вещи вот мы сегодня только про многих говорили что они есть не все примеры посмотрели и для того чтобы это можно было сделать не забывайте что у нас существует методическая поддержка на сайте издательства адрес lbz.ru и вот здесь вот в разделе авторские мастерские можно найти и есть авторский сайт мой личный еленамар.джинда.ком на котором тоже мы осуществляем поддержку методическую и поскольку до этого года активно не работали с УМК сейчас у нас много школ переходит на УМК и в этой поддержке нуждается соответственно материал обновляться будет оперативнее добавляться информация о вебинарах и многое другое поэтому вы можете всегда заходить на этот сайт вот здесь вот есть новости о новом УМК есть раздел методические рекомендации где уже выложено немножечко рекомендации по использованию КТ-средств есть рекомендации по современному уроку где я рассказываю несколько материалов по проведению уроков в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом информация о конкурсах о семинарах о вебинарах по внеурочной деятельности есть материал есть вот такой раздел обратная связь если кто-то вдруг не успел записать адрес или что-то вы можете через вот эту обратную связь написать я обязательно вам отвечу кроме этого все соавторы с которыми мы работаем тоже активно участвуют в том чтобы поддерживать учителей отвечать на вопросы также вы можете напрямую написать на электронный адрес вот здесь вот адрес кафматематика каф.математика собака gmail.com и я обязательно вам отвечу если вопрос будет касаться не лично меня а кто-то из моих соавторов я обязательно перешлю мы согласуем с авторами и либо мой соавтор вам напрямую ответит либо я вам перешлю его ответ если в этом будет необходимость если есть какие-то вопросы мы еще несколько минут в эфире я подожду этих вопросов если вопросов нет еще раз обращаю ваше внимание что будет не будет а оно есть расписание оно все время обновляется добавляется новые вебинары и вот вопрос поскольку самоконтроль и контроль это очень такая серьезная вещь и достаточно сложно формируемая я думаю что мы в этом году еще один вебинар по этой теме проведем поэтому вы можете следить за ним и два уровня вы имеете ввиду профильный или углубленный 10 и 11 класс базовый или профильный базовый уровень но так же как и в УМК 7, 8 и 9 есть доп. главы в которых есть материал для некого расширения для работы с мотивированными детьми но на базовом уровне углубленного уровня пока нету профильного пока нету профильного учебника так я еще несколько минут жду вопросы если есть вопросы если вопросов нету то мы с вами будем прощаться я желаю отдохнуть подготовиться к завтрашнему рабочему дню и соответственно если у кого-то возникнут может быть не сейчас а после того как вы обработаете информацию полученную какие-то пожелания и вопросы в том числе кстати говоря к следующему вебинару по развитию самоконтроля и контроля который теоретически где-то планируем на январь я думаю в январе мы будем его планировать вот если есть какое-то пожелание о том на какие аспекты остановиться в январе то мы обязательно к ним вернем обязательно включим ваши вопросы почему не тонко опять шестой класс в реестре в гос ну это коллеги это не ко мне вопрос к сожалению я не могу на этот вопрос ответить так а тут у нас нет то есть все в чате пишут я не могу ответить но там видимо какие-то другие есть ум которые пока вы можете использовать то есть